как видите баварская погода не особо к нам сегодня благоволит дождик и достаточно холодно как вы понимаете сразу возникает вопрос у вас у меня такого вопроса не возникает где же роман роман временно сошел с дистанции поскольку за что зум почему роман временно сошел с дистанции поскольку вчера немножечко перебрал с пивом и теперь отлеживается дома на койке я еду на открытие октубер феста это суслик и наверное меня в этом выпуске почти не будет потому что я потому что должны были сегодня поехать с форсайтом на перди октубер феста но вчера что-то пошло не так я не мог стать мне до сих пор плохо что-то а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, ведь тут недостаточно мокро, правда. Польем. Не скажу, что я прямо такие фанат рекламы, но что-то в ней я слегка разбираюсь. Мне кажется, что-то я в ней понимаю. И нелепее чувака, чем который сейчас появится, рекламу было сложно выбрать. Только потом уже понял, кого этот тип мне напоминает. Из девятой роты офицера. Но это же просто одно лицо. Так, челики, день четвертый. Вчера было почти нихуя материала, потому что был гребаный дождь. И, в принципе, я до сих пор не очень. Но, типа, мы сейчас идем... Сегодня какое? 18 число? 18. И мы идем голосовать в консульство. Надеюсь, это будет клево. Не знаю, чего я жду, на самом деле, от выборов. Ну, прикольно будет, типа, опыт. Заодно и вам покажем. Мы немножко засомневались. С Романом в ту ли сторону мы идем в поисках посольства, чтобы исполнить священный долг гражданина и проголосовать. И тут мы поняли, что посольство недалеко. Маленький мемориал покойному Борису Немцову. К нему можно относиться как угодно, но приятно, что это волнует не только маленькую часть России, но и где-то за пределами тоже что-то знают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы и выполнили свой гражданский долг. Мы только что вышли из нашего консульства. В общем-то там все достаточно прикольно произошло, но мне некоторые моменты не понравились. Например, то, что на входе, на осмотре стоят немцы. Ну типа вот вы там наверняка видели момент, или сейчас увидите момент, где там говорят выключить камеру словами Кайна Камера, что на мой взгляд, ну немножко как бы подрывает мой патриотичный дух. Да. Вот. А в целом все весьма прикольно. Мы отправляемся на семейный праздник. Мы отправимся на Октоберфест прямо сейчас. Сейчас второй день, и там наверное... На самом деле даже не знаю, сколько там числа людей, потому что сейчас как бы отвратительно погода, но сейчас воскресенье, и поэтому даже магазины закрыты. Вот, например, закрыт магазин какой-то, где продается от пуси. Вот. И поэтому возможно все они на Октоберфест. По крайней мере в метро очень много людей в подтяжках, со шляпами. Ну все это хернёй, которую немцы надевают на Октоберфест. Да, здесь же недостаточно мокро. Оооо, дважды мем, в два раза лучше мем. Вот то, о чём говорил он. Она туда не пролезает. Просто знак челика, который убегает от двух лыжников. Когда не получилось. Чё снимаешь? 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 Вот, конечно, начнётся глаз. Знаменитая палатка, в которой жарили мясо. Но это не самое классное. Самое классное вот это. Сейчас мы стоим около палатки Агустинер Брау. По мнению человека, который сдаёт нам хату, он, типа, коренной мюнхенец, я знаю, как это называется. Он сказал, что Агустинер это лучшее пиво Октоберфеста. В то время как шпат, там самое, ну, одно из самых плохих. Поэтому, естественно, мы первым делом пойдём сюда. Только что мы вышли из палатки Агустинер, и я немного разочарован всей этой хернёй, потому что просто взять и выпить пиво пощиплять невозможно, там нету места. Вообще. Я не знаю, тогда что-то ячих мест нет. То есть было бы просто, вот я туда зашёл, мне не нужно сажать свою жопу, вы мне дайте кружку пива в руки, блядь. А там этого нельзя сделать, ты должен сесть, чтобы заказать пиво, понимаете? Это просто задница какая-то, я не знаю. А, ещё литр стоит 10 евро, в то время как у нас в магазине 10 литров стоит 20... 20-17 евро. 17 евро стоил. Пошли. Хофбраун уже. Да. Там нет выхода, поэтому пойдём туда. Хотя, кстати, возможно, что мы вообще куда-то не туда вышли и... Вот, потому что нас как-то странно смотрят люди, поэтому такое себе. Вроде он там можно выйти, пойдём. На Октоберфесте, видимо, можно прийти выпить пиво только в будние дни с утра. Но завтра мы это попытаемся Это самое, в общем-то, неподходящее время, чтобы пить пиво, как по мне, в будние дни с утра. Но это, видимо, единственный вариант, если вы хотите реально на Октоберфесте выпить пиво. Это весьма печально, конечно. Неудобно сделали, но, видимо, у них традиция такая. Ребята, вы слегка проебались. Субтитры создавал DimaTorzok Я попал в Хэдерф? Пока нету, сейчас попадёшь. Подождем. Я не так хотел попасть в Хэдерф, кстати. Но я хотел показать, на самом деле, не это. Комиксы. Это цинизм. Я тебя снимаю, церковь снимаю. Может быть, странно об этом рассказывать, но я не могу не поделиться. После кружки Шпаттена, конечно же, я посетил общественный сортир. И, может быть, что-то мне могло показаться странным, а что-то было абсолютно нормально. Ну, там какая-то такая непривычная конструкция сантехники. И всё такое. Плевать. Но я выхожу, а там у двери сидит мужик, видимо, который следит за туалетом, за его частотой. И всё таким. У него стоит баночка для чаевых. Перед ним. Я прохожу мимо, потому что я не хочу давать ему чаевые. И он меня откликает. Я просто поворачиваюсь такой. Что? Ты хочешь, чтобы я тебе за что заплатил? Вы знаете, что он мне говорит? Он мне говорит о руки. Я такой, что? Руки помыли. Я такой, он показывает, смотрю, а там раковины. И я просто униженный в ноль. Такой, руки. Мыли? Ах, дядь, дядь, дядь. Редактор субтитров А.Семкин